Микс Ньюс. Радиоболтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Обычно в пятницу в это время подводим итоги недели. Сейчас попытаемся их подвести и не только с точки зрения каких-то событий внутри страны, но и, может быть, международную тематику. Затронем у нас в гостях советник евродепутата Татьяна Жданок Юрий Петропавловский. Добрый день. Добрый день. Добрый день всем. Да. Вот много событий происходило, в том числе на международной арене. Но вот озвучен новый состав Еврокомиссии. Если быть точным, еще слушание в Европарламенте впереди. Поэтому еще ни один комиссар не утвержден. Это еще пока только черновик. Но все-таки бегло взглянув на состав Еврокомиссии, может быть, на состав Европарламента. Вот можно ли говорить о том, что, по крайней мере, есть надежда, что вот этот антироссийский настрой, который был в Европарламенте прошлого созыва и, в принципе, частично, наверное, в Еврокомиссии тоже, он будет продолжен. Надежда на то, что он будет продолжен или надежда, что он не будет продолжен? Да, надежда, что он не будет продолжен. Но вообще, какие есть версии и мнения на сей счет? Ну, расклад Европарламента, как вы знаете, он очень разнообразный. Какого-то радикального поворота, переворота, которого страшно боялся европейские глобальные. Да, что популисты придут к власти и так далее. Да, но на сегодня баланс, ну вот, скажем, для наших коллег по объединенной фракции Европейский свободный альянс «Зеленый» или «Зеленый Европейский свободный альянс» ситуация очень хороша, выгодно, называя вещи своими именами, потому что если в предыдущем Европарламенте как бы правые народники и как бы левые социал-демократы всегда могли на двоих решить все, распилить и определить, вот в том числе международные тренды, в том числе отношения с Россией, у них просто арифметически хватало голосов практически на все. Это была такая дуалистическая монополия или такая дуополия, вот как это точно можно назвать. Вот в сегодняшнем составе Европарламента, благодаря тому, что и социал-демократы, и народники потеряли, и существенно потеряли, плюс еще предстоит или не предстоит, это уже трагикомедия под названием «Брексит», все знают, да, это превращается, уже начинает фарсом попасть. Соответственно, уходят консерваторы, уходят с другой стороны лейбористы, и когда они уходят, и как они уходят, это одному богу, наверное, сейчас известно. И балансы, они такие зыбкие, поэтому в связи с этим, ну вот как пример, Татьяна Ждунок была избрана и назначена вице-президентом комитета по петициям. Четыре всего сопрецедента, кстати говоря, вице-президента, кстати говоря, Яна Том от Эстонии, тоже один из четырех, потом от Польши и от Испании. А ведь в прошлом созыве Европарламента, ну, наша фракция не очень могла претендовать на такие должности, как вице-председатель комитета. Сейчас это реально, потому что баланс сил таков, что практически социал-демократам и народникам либо надо договариваться с либералами, которые также очень разнообразны, это такая пестрая публика, по самым разным вопросам, у них иногда и часто не совпадают позиции с социал-демократами, часто с народниками, и внутри народников тоже нет, собственно говоря, никакого единства, потому что то, что они удержали, в большой степени они удержали за счет перетягивания повестки дня вот так называемых правых популистов. Поэтому возникает необходимость договариваться с нашей фракцией, которая четвертая по влиятельности. Соответственно, сейчас самая, ну, как сказать, первоочередная задача – это утверждение либо неутверждение предложенного Советом Европейского Союза состава Еврокомиссии, потому что, напомню, что вот как бы везде подается, что все уже, Урсулов, Андерляйен действительно, бывший министр обороны, бывший министр труда, действительно уже утверждена Европарламентом, с ней все ясно. С ней все понятно. Да. А вот все остальные, да? Все остальные пока висят в воздухе. Все, что предложил Совет Европейского Союза, это пока только кандидаты. В октябре предстоят слушания каждого из этих кандидатов в профильных комитетах Европарламента, затем комитеты Европарламента выносят свою резолюцию, вердикт, заключение. Они передают его президенту Европарламента и затем проходят уже, если, если все кандидаты, там, скажем, никто не провалился так бесповоротно и не потребовалось замещение кандидатуры, уже опять от Совета Европы, потому что прерогатива Совета Европейского Союза строго называют, или Европейский Совет, Совет Европы, это совсем другая институция, не имеющая отношения формально к Евросоюзу, хотя гимн и герб у них, кстати говоря, одинаковы. Но там Россия член в том числе. И Украина там член, в отличие от Европейского Совета. После этого проходит голосование уже пакетом по всей Еврокомиссии. И учитывая сегодняшний состав Европарламента, ну, как сказать, возможны варианты, всяко может быть, может наступить и состояться очередной кризис в том числе. А из этого будет вытекать вот этот тренд либо эскалации, либо такого вялого продолжения, либо деэскалации. Уже даже дело может дойти до отмены санкций? Вы знаете, Абекси, мир причудлив, но дело в том, что вот это совпадение нескольких факторов, то что... А, характерный пример. Совершенно неожиданно Урсуров-Ондерляйен заявил, не только заявил, уже все. Уже создано Европейское не агентство, а Генеральное управление по вооружению. Оно подчинено будущему комиссару по внутреннему рынку. Как бы, ну, так довольно странно будут торговать пиццей за одно оружие, но это крайне-крайне антиамериканская выходка, я бы сказал, за этим пока не стоит особенно ничего реального. Особенно, если вспомнить... Сигнал подан. Сигнал есть. Да. То есть, и это заявление Урсуров-Ондерляйен, что она требует, настаивает на том, чтобы был создан пул всех комиссаров будущих, чья деятельность в какой-то степени ориентирована на внешнюю политику, это также подтверждение вот этого возникающего вынужденного франко-германского нового альянса, как бы возврат во временам Шарля де Голли и Конрада Айденаура, на чьей степени, как бы сказать, не то что антиамериканского, но неамериканского. Потому что Доналд Трамп категорически, с одной стороны, хочет освободить Соединенные Штаты от бремени разводов на поддержание, как выражался с биржейских, вассалов. С другой стороны, он категорически не хочет, чтобы европейская армия, которой этот зародыш из Западноевропейского оборонительного союза, он существует, сколько я помню, лет так 25 приблизительно. Но до сих пор никакого шевеления реальных направлений создания реальной европейской армии не происходило. Вот сейчас они происходят, потому что раз Штаты выходят, так сказать, из своих обязательств, то как-то надо что-то делать. А они активно выходят, я так понимаю? Очень, более чем. И, например, отставка советника, помощника по национальной безопасности, господина Ястреба, так сказать, это тоже сигнал со стороны Трампа о том, что он не намерен. То есть намерен пугать, намерен блефовать, понты такие, говоря современным языком политического дискурса. Но обратите внимание, если Обама, правда, унаследовал войну в Афганистане, войну в Ираке от предшественников, то Ливия Каддафи – это Обама, влезание в Сирию – это Обама. А Трамп до сих пор не совершил ни одной военной авантюры, ни одной интервью. Это, кстати, очень знаково, потому что все говорили, что это он натворит делов, наломает делов. Одна, он очень любит щелкать курком. Ковбой, истинный ковбой. Это, напоминаю, 17-й, если не ошибаюсь, год. По-моему, 17-й демонстративная такая конфронтационная силовая акция, когда два эсминца класса Арлиберг нанесли удар крылатыми ракетами «Тамагавк» в полном составе одного, правда, эсминца по сирийскому заброшенному аэродрому. Но, предупредив заранее Россию, чтобы там случайно не попали под огонь российские военные, Россия сейчас предупредила сирийцев, и всем бросилось в глаза, что удар-то был нанесен не фугасно, а бетонобойными, действительно способными разрушить взлетные полосы ракетами, а то ли осколочно-кассетными, то есть обычными фугасными. В общем, через три дня аэродром был приведен в порядок. Вот и все агрессивное, что совершил Трамп. А вот его господин, теперь уже бывший помощник по национальной безопасности, призывал к войне с Ираном, призывал к жесткому противостоянию с Россией, к возможной готовности к военному конфликту с Северной Кореей и к вторжению в Венесуэл. Вот это все сейчас как бы Трамп взял и просто выбросил. Кстати, это, говорят, 20-й сотрудник его администрации, которого он уволил. Правда, его директор по коммуникациям ушла, а сама лучшая подруга его дочери, но в основном он просто... А, и Флинн погорел, помните, первый генерал. Это в самом начале, да. Но вот торговые войны, тем не менее, он начал. А это логично. Логично, потому что вернуть Америку американцам – это на новом уровне, классический такой старый модернистского пошиба, не постмодернистского, а империализм. Ну, такой хорошо, всем знакомый. И, в принципе, это политический экономич. Он националист американский. И он... Суть в том, что Патрик Бьюгенен, бывший директор по коммуникациям президента Рейгана, который идеолог, он является идеологом Трампа и трампизма, то есть все, что у Трампа такого и было на выборах идеологического, это позаимство, и предоставлено Патриком Бьюгенену ради обеспечения консервативной революции. Он расценивал Соединенные Штаты как страну, первую страну в мире, полностью оккупированную глобалистами. То есть это идеология освобождения Америки, возвращения Америка. Но, естественно, это означает протекционизм, естественно, это означает вынуждение, кстати говоря, транснациональных американских корпораций, как то Microsoft, Yahoo, Amazon.com и так далее, и так далее. Конгресс давно их душит на предмет примерно 200 миллиардов долларов, которые не поступили в бюджет Соединенных Штатов. Заплатите. Да. Они все зарегистрированы в Ирландии. И вот тут, например, если говорить о балансах, Европейский Союз с одной стороны вынуждал Ирландию к тому, чтобы она отказалась от фактически офшорного налогообложения. Сколько я помню 9% от дохода, по-моему, от дохода, а не обороты. Ирландская республика, член Евросоюза, отвечает логично. Мы будем лучше получать там даже 2% от сотен миллиардов, нежели мы будем получать 22% от сотни миллионов. И вот это, собственно говоря, как сказать, противостояние, это разность интересов, в которых Соединенные Штаты ну никак не могут пойти навстречу Европейскому Союзу и Европейский Союз Штатов. Потому что Европейский Союз тоже, в общем-то, добивается чего? И в большой степени нашей идеологии, наших коллег зеленых, это прикрыть как можно более тщательно. А, яркий пример. Мы же участвовали также, это 12-й год, в борьбе против и очень активной зеленой, и очень активной Германии, и шведской партии пиратов, когда мы завалили в Европарламенте акта Anti-Counter-Trading Agreement, и затем был провален TTIP, это трансатлантический торговый договор. Вот яркий пример того, почему. Потому что, например, по этим соглашениям контроль за коммуникацией, вот вашими разговорами, что у вас записано в мобильном телефоне, какие рингтоны, передавался в руки по акту транснациональных американских. Они все американские. Вот это факт просто. Они просто американские. Что вы не выдмите в области интернета коммуникации, они все американские. Программатура американская, чипы, интел и так далее, и так далее. Это все передавались полномочия, и властные причем полномочия, в руки американских корпораций. Почему мы это завалили? Европейцы, общее движение. А TTIP, например, открывал рынок для генно-модифицированной продукции в США. С другой стороны, ограничение на продукцию, скажем, германской автомобилестроительной индустрии со стороны Трампа вызывает ярость, раздражение, гнев. Но давайте называть вещи своими, он совершенно прав в том, что со своей точки зрения в интересах Штатов необходимо вернуть рабочие места, и нужно вернуть производство. И тут очень интересная вот эта вот эпоха наступила, когда, собственно говоря, все... Вот Европа сейчас, то, что сформулировал фон дер Лейен, это как бы попытка, шажок к созданию реально государства Европы, как большого, достаточно консолидированного глобального игрока. Но проблема в том, что Макрон это видит совсем по-другому, нежели Германия. Он видит во главе Францию, а Германию просто экономическим мотором. Германия долго жила, с одной стороны, под зонтиком американской военной мощи, и с другой стороны, под вывеской, учитывая все, так сказать, бэкграунды, всю историю, всю пугающую имидж Германии, но сейчас еще Ангела Меркель в 2014 году призвала к более активной глобальной роли Германии. То есть вот начинается как бы Франция, Германия. Что это за Евросоюз? И вот это все, соответственно, выявится сейчас в том числе в слушании и в голосовании в Европейском парламенте по утверждению или не утверждению тех или иных кандидатов, потому что вес кандидатов, например, чрезмерный вес, это тоже препятствие на пути к его утверждению. Ну, скорее всего, представители такой маленькой страны, как Латвия, известного уже чиновника, господина Добровскица, мне кажется, все-таки утвердят. Ну, как говорится... Поживем и видим, да. Посмотрим. Посмотрим, может быть, и будут сюрпризы. Вот вы сказали очень хорошую информацию, связанную с комитетом по петиции, где сейчас Татьяна Жданок будет один из четырех вице-президентов. Она уже. Уже. Вот в отличие от господина Добровскица она уже. Да, после короткой паузы мы как раз об этом тоже поговорим. Еще раз добрый день, Юрий Петропавлович. У нас в студии советник евродепутата Татьяна Жданок. И вот как раз мы говорили в завершении первой части о том, что Татьяна Жданок стала одним из четырех вице-президентов вот этой комитеты по петициям. Да, я помню, что механизм этого комитета был использован Татьяна Аркадьевна неоднократно. Я думаю, там были какие-то эффективные инициативы. По гражданству, по образованию, да, в русском языке. Вот сейчас это становится очень актуально. Еще раз, к сожалению, по поводу образования, именно с первого сентября опять увеличены эти пропорции языковые, не в сторону, естественно, родного языка. И дальше это все будет, я так понимаю, эти пропорции будут все усиливаться. Пока в 2021 году вообще все старшие классы не перейдут полностью только на государственный язык. Ну, я думаю, что... Простите, что я перебью. Сейчас уже, вот сейчас, совершенно фантастически, но очень яркие, репрезентативные, пригодные для продвижения на том же уровне Европарламента примеры, что в школах, например, уже в третьем классе русских школ, выбирая между тем, что перевестили математику полностью на латышский, в третьем, обратите внимание, классе, исходя из этих пропорций. 50 на 50, да. Да, да. Или выбрать математика 50 на 50 на латышском, что вы сами понимаете, для третьеклассников это просто завал, да. Но чтобы спасти хотя бы 50% возможности объяснить на русском языке, что означает тот или иной термин, например, школа переводит английский полностью на латышский. Как вам? То есть изучать английский на латышском языке. Ага. Третьеклассник. В итоге не будет ни латышского, ни английского. Это, по-моему, закономерный. Это будет полная каша. И это вот один из тех ярких примеров, которые сейчас, несомненно, пригодны для демонстрации, для продавливания информационной блокады в Европейском парламенте, в том числе, потому что это достаточно вопиюще, я бы сказал. Это очевидно, это броско. Но к этому же относятся и частные учебные заведения, там же еще более вопиющие вещи. И в школах, и теперь в вузах с 1 сентября нельзя за плату принимать студентов, которые хотят слушать лекции на русском языке. Да. Это что-то вообще в Европейском союзе невообразимое. Можно сказать, КОМ, который стал уже, знаете, какой принцип, например, обращения в Конституционный суд Латвии, суд с Атверсомой или в Европейский суд по правам человека. Это позиция такова, что вы сначала пострадаете, а потом уж жалуетесь. То есть, когда это еще не наступило, говорят, ну что, ну еще же ничего как бы не произошло, оно может быть как-нибудь само рассосется или как-нибудь будет хорошо. А сейчас совершенно ясно, что ничего хорошего здесь не будет, и поэтому мы готовим в бюро Татьяны Жданок и Русский союз Латвии акцию информационную именно прорыва этой блокады. Потому что состав-то Европарламента новый, к сожалению, то, что было наработано в предыдущем составе, нам нужно в большой степени восстанавливать и снова разгонять. И перед этой акцией на 5 октября заявлен митинг марш у нас за право учиться на родном языке в защиту русских школ в Риге от Ратушной площади кабинета министров. Смысл его, в основном, не то, что, сами понимаете, подействовать на наш кабинет министров невозможно ничем. Кроме одного, эта акция необходима как демонстрация воли, желания и намерения отстаивать такие же права, которые имеют немцы Южного Тироля, Венгры, Румынской Трансильвании, Датчане, Южного Шлезвика Гольштейна, Немцы Северного Шлезвика Гольштейна и так далее. И вот эта акция необходима для того, чтобы все в Европарламенте видели, что это не Жданок Петропавловский, еще там 10 человек хотят и чем-то недовольно этого хотят. Тысячи, десятки тысяч родителей, бабушек, дедушек, школьников русской школы. Я так понимаю, что особой надежды на новый состав парламента, я имею в виду Сейма Латвии, нет. По-моему, он еще более национально настроенный, чем предыдущий, если это возможно. Сейма? Знаете, тут вообще надеяться непонятно можно, на что тут возможно, потому что это зоопарк, ну, как сказать, называя вещи своими именами, да, вы же видите, где самое смешное, это то, что еле прошедшая все им партии, это совсем новое единство, возглавляет правительство, просто потому, что все остальные, как бы победители выборов, сумели между собой не договориться. Знаете, Абик, это уникально, честное слово. Потому что в этом отношении, на своем, вот этом нашем, таком совершенно, таком провинциальном уровне, эти люди напоминают, как ни странно, Доналда Трампа. Проблема которого, это такие же, как сказать, как бы новичком быть не грех, но тем не менее, вот люди без квалификации, без навыка, без опыта, как КПЛВ, я думаю, вы согласитесь. Партия, набранная в интернете, это не партия, это сборная солянка, это в лучшем случае. У Трампа та же самая проблема, когда он назначал, кого попало, вот это дивный пример, это продержавшиеся 10 дней, этот скоромутчик, господин, которого Трамп назначил, потому что он успешный брокер, финансовый спекулянт, он назначил его, да, как раз таки, а, или, или сейчас пресс-секретарем, или директором, да, все-таки директором по коммуникации. Да, очень ответственная должность, и директором по коммуникации, да, брокера, потому что логика, вот раз он успешный брокер, или летчик, или чемпион по велоспорту, он будет успешным в общественных отношениях. Помните, первое, что он сделал, дал интервью, где в нецензурных выражениях охарактеризовал руководителя аппарата Белого дома, помощника Трампа по безопасности, но хорошо, не самого Трампа. А когда все это было опубликовано, и на него набросилась пресса, он с изумлением сказал, что он не думал, что это будет опубликовано, он думал, что это просто так. Это директор по коммуникациям. У нас то же самое творится. Куда вы ни посмотрите, дичь, непрофессионализм, непонимание вообще сущности проблем, точно так же, как вот эта предчутливая игра в Рижской Думе, которая сейчас состоялась, как бы все махали пистолетами, которые были на самом деле зажигалками. Там ни одного патрона. Денег-то, извините, не было после выборов в СИМ и выборов в Европарламент ни у кого. Там долги. То есть, в принципе, было понятно, что дело не дойдет до неохранительных выборов? Никто не мог идти ни на какие выборы. Четверка исключенных из согласия, ну давайте назвать вещи своими именами, я думаю, вы согласны, они попали туда на имени Ушакова, правда? И не имея партии, идти угрожать досрочными выборами, мягко говоря, это экзотично, я бы назвал. Поэтому я был абсолютно уверен, что никаких досрочных выборов не состоится. Вы знаете, припуск на, как это сказать, окончательное безумие всегда надо делать. Что касается нашего Сейма, то здесь, как это сказать, стилистика приблизительно та же самая. Так же, как феерические запросы министерств, которые запросили 4 раза или в 5, если не ошибаюсь, якобы только на первоочередные нужды больше, чем есть средств в бюджете. Это, ну, мягко говоря, это тоже причинливо, да, я бы сказал. Это причинно экзотично, да. То есть, если у вас на двоих есть по 10 евро в карманах, то я не вижу смысла обсуждать, а не пообедать ли нам на Револи в Париже, недалеко от Платова Плата Бобур, правда? Мы можем обсудить, не дойти ли нам до ближайшего там Макдоналда, так и не выпить ли кофейку с бургером. Да. То есть, с этими людьми. О чем разговор, да? О чем тут разговор? Так же, как и высказывание, кто это не так давно. Кто-то из политиков правящих партий заявил, что надо кончать с дискриминацией. И вот, когда учатся дети раздельно. Забейте ли, может, так вот, сказать? И пусть учатся в одинаковых условиях. Особенно, если бы партию говорили о том, что мы как-то объединим как-то эти школы, и потом будет какие-то там, кто хочет, там будет как-то изучать свой родной язык, ну, как-то. То есть, это практически что? И самое главное, вот, прозвучало слово «покончить с дискриминацией». Якобы, русские школьники находятся в положении неравноправного по отношению к латышским. Однако, если бы и когда это дело дойдет вот до разборок в Европарламенте, даст Бог, в европейском суде по правам человека, то на сегодня, господа политики и министры наши латвийские просто не в курсе, что не подпадает под понятие сегредации и дискриминации лет 10 как. Так, никакие меры, обеспеченные на, специально, так сказать, ориентированные на обеспечение интересов и прав национальных меньшинств. А практически возможно объединить эти школы, или это какая-то такая идея утопическая? Никто на это не пойдет, я уверен. Мне тяжело представить, как взять, ну, к примеру, там, может быть, я вот, Иллу сейчас, в первую гимназию, присоединить, условно говоря, русскую школу из Восьмогрависа, что ли, и сказать, а теперь пускай все будут учиться вместе. Я думаю, что в первую очередь латышские родители... Так они уже категорически против, потому что, например, да, фактум, международное агентство по маркетинговым исследованиям публиковало в прошлом, в июле или в августе, исследование опроса общественного мнения, естественно, большинство латышей категорически против. Они вовсе не жаждут, чтобы их дети учились вместе с русскими, потому что они понимают, что это будет языковой микс, которым еще не факт в зависимости от города и конкретного города, какой язык преобладает. Поэтому это не имеет... Опять же, возвращаясь, вот с кем там говорить? Такое невероятное непонимание реальной ситуации настроений в обществе для политика просто это справка о полном непрофессионализме. А с такими людьми ни о чем договориться. Вот по поводу этих людей буквально в среду на комиссии Сейма по образованию и культуре, что символично, обсуждали вот эту инициативу, которая отнюдь не умерла, ей дали зеленый свет. Это инициатива о сносе памятника освободителям. Ну, я так понимаю, что пока еще МИД Латвии, если можно такое слово употребить, держится, ссылаясь вот на латвийско-российские межгосударственные соглашения о защите памяти к воинской захоронении и на этом основании пытаясь вразумить депутатов, что сносить нельзя. Но тут, я так понимаю, опять-таки ничего гарантировать невозможно, да, вот как поступит. Все зависит от баланса сил. И не думаю, что МИД Латвии там настолько глубоко уважаем, особенно среди этих людей, которые сейчас, новые люди, которые пришли в Сейм, они вряд ли там вообще представляют. Ну, как сказать, они выступают не более чем эксперты, и кроме того, нельзя исключить просто-напросто достаточно простенькие, незатейливые игры, хороший и плохой следователь. Когда плохой следователь и грозно там паяльником, знаете, крутит и стучит наручниками по столу, потому что он прекрасно знает, что рядом вот сидит хороший следователь, который в нужный момент откроет страницу там инструкций должностных или кодекса и скажет, ну, не надо горячиться, все не так. То есть это, думаю, игра в большой степени тех и других персонажей на публику. Одни персонажи стараются понравиться части латышской аудитории, как такие решительные ребята, которые готовы все сломать и гори все синим пламенем. Другие проявляют себя как бы тонкими знатоками, экспертами, которые вот международное право знают, разбираются в чем-то и так далее, и так далее. Я думаю, что тут рука руку моет, скорее всего. Да, поэтому можно тут разные варианты ожидать. Все в конце концов зависит от баланса, геополитического баланса сил. Потому что тот же самый, например, вот это, посмотрим, кого назначит Трамп, помощники по национальной безопасности. Но общеизвестно, что восточная Европа, особенно балтийские страны, постсоветское пространство и Грузия тоже, в конце концов, это в значительной степени непотопляемый такой коллективный авианосец влияния США внутри Европейского Союза. Да, коли Соединенные Штаты готовы задирать планку конфронтации опосредованно, а конкретно Трамп, собственно говоря, естественно, да? Не похоже, что его тянет по этой стезе, его высказывание о готовности поддержать и даже о необходимости возвращения России в клуб главных мировых государств, К8, которое потрясло, кстати говоря, Германию и Британию, ну и Макрон там вроде бы обещал, как заявил Трамп, поддержку, а потом отскочил. Последний момент, вот в этом всей этой каше, я не вижу особенных оснований для наших, как это сказать, революционеров от истории, для уверенности в том, что за ними кто-то стоит и кто-то их поддержит, и они не окажутся одни в трудную минуту. А позиции России, вот тут, честное слово, я не берусь в судить обе, потому что она, скажем, очень и очень причудлива, на мой взгляд. Да, вот такой, может быть, вопрос, так быстро время эфира у нас проходит, такой вопрос, чего мы начали, связанный, конечно, с Европейским Союзом и ее парламентом. На ваш взгляд, готова ли Латвия к тому, что в 2021 году все может резко измениться, то есть уменьшат и без того не очень большие ассигнования из европейских фондов, к этому моменту уже, возможно, рецессия начнется. Вообще мы готовы? Абсолютно нет. Не вижу ни малейших признаков. Как говорится, оно сначала загорится, а потом будем гасить и думать, чем. Собственно говоря, как Латвия может быть готова? Вот сейчас, позавчера, позавчера теперь уже, или вчера все-таки, агентство Reuters сообщило один из лидеров, в том числе экономических прогнозов, обобщения, анализа рынка, что вероятность с 2013 года рецессии в германской экономике велика как никогда, 60%. И что аналитики Reuters не видят никаких шансов для предотвращения ската германской экономики в рецессию за счет повышения внутреннего спроса. А Brexit, если и очевидно, потеря значительной доли британского рынка, что там получится с американским рынком, весьма смутно и, скорее всего, ничего хорошего. Китай, с Китаем есть известные противоречия, и, кроме того, с Китаем есть самая главная проблема. Возможно, наши радиослушатели знают, что, собственно говоря, вот этот великий глобальный проект нового шелкового пути Китая соединяет, это на самом деле целая сеть проектов. Одна из задач китайцев – это по возможности избежать зависимости от российского Транссиба. Единственной ветки в большой магистрали, которая соединяла Китай с Европой, поэтому они идут в Казахстан. В Казахстане, возможно, наши радиослушатели знают, что уже массовые протесты и очень яркие китайской экспансии, потому что у казахов довольно тяжелые, достаточно тяжелые, я бы сказал, исторические память о китайской доминировании в этом регионе. Вся Средняя Азия боится, поэтому все так медленно шевелится. Проходят вот эти демонстративные поезда. Вы знаете, там Китай, прошел Азербайджан, прошел Туркменистан. Это смешно, честное слово. Это демонстрация того, что да, таки да, можно, прыгнув с башни, с дельтапланом, лететь. Это не бизнес, это не экономика, а вот то, что реально уже сейчас идет с смешанными контейнерами над железнодорожными перевозками, и в основном через тот самый Транссиб до Дуйсбурга, главного точки разгрузки китайской логистики, имеют одну замечательную особенность. Если составы из Китая полны под завязку, то обратно их нечем заполнить. Китай не нуждается в европейской продукции. Просто не нуждается. Потому что товары широкого потребления никак не могут идти в Китай. Нет. Согласны? Это понятно. Качество. К тому же большинство из них производится где? В Китае. В Китае. ЖИ производят. Да. То, что там написано «Прадо», «Версачи», «Американские», «Найк». Это все сделано в Китае. Все сделано. Поэтому чем угрожать, да? Если бы говорить о машиностроении, возможно, наши радиослушатели в курсе, что в отличие от, например, очень многих стран той же Латвии, например, Китай, открывает свой рынок для любых высокотехнологических компаний, не только, вернее, исключительно с одним условием – это передача технологий. Организационных, технических, проектных. Вот откуда взялись компьютеры, ноутбуки или иного, вот откуда телефоны Huawei и так далее, и так далее. Китайцы сами… Ну, еще бы, они же производят эти чипы Intel. Но они могли бы просто производить, не вникая во что и как, и продавать. Но обязательные условия – это передача технологий, обучение персонала. Поэтому и в этой области Китай поставляет в Европу гораздо больше, чем Европа может поставлять в Китай. А Латвия полностью зависит от того, что произойдет вот с этим большим европейским кораблем в этом… Ну, таком это еще не столкновение прямое, но только бортами они так, знаете, чокаются. Штаты, Китай, Европейский Союз, внутри Европейского Союза все достаточно зыбко. Что Латвия? Знаете, такое хорошее выражение было в свое время у Яниса Юрканса, бывшего его портагеноса. Бывшего разошлись давно, но одно он правильно сказал. Правда, он цитировал, по-моему, Пола Гоубла, американского политолога в отношении Латвии. «You are not policy makers, you are policy takers. Вы не делатели политики, вы получатели политики». Или потребители, да. Это просто факт. Именно получатели, не потребители, а получатели. Вот что вам дают, то и будете кушать. Замечательно. Юрий Петропавловский у нас был в студии, советник депутата Европарламента. Большое спасибо.